Обеспечить социальную и бытовую самостоятельность в Хабаровске смогут профессиональные помощники по уходу за инвалидами. 47 человек пришли в центр реабилитации получать новую квалификацию. Это не только сотрудники подведомственных социальной защиты организаций, но и те, кто ухаживает за своими родными. То есть получается так же? Все точно так же. Просто ногу позиционируем крест-напрест. Не сгибаем коленочки. Наталья в числе учеников. Четыре года назад ее дочери поставили диагноз – нарушение спинального кровообращения. Для ухода за девочкой требуется много сил, в том числе физических. Собственно говоря, в первые два года у меня появилась такая проблема, что я стала страдать с поясничными болями в результате того, что не хватает знаний и опыта, как правильно ухаживать. Конечно же, такие обучающие курсы плюс вот эти простыни скользящие – это один из моментов, о которых я даже не слышала. И просто здесь открываешь для себя что-то новое. На освоение новой специальности у учеников 40 часов. За это время будущие помощники по уходу научатся не только правильно заботиться о своих подопечных, но и оказывать первую помощь – измерять давление, температуру и сатурацию. В первую очередь больше будут практические занятия, методические данные и сведения все равно будут даваться. У нас составлены и потом будут переданы им все презентации, весь материал. Но упор именно вот этой программы идет на отработку практических навыков. В конце курса учеников ждет экзамен, сдав который они получат свидетельство на право быть помощником по уходу. На сегодняшний день в Хабаровском крае более 270 тысяч пожилых людей и более 60 тысяч инвалидов, которые нуждаются в поддержке. Виктория Заикина, Максим Артиков. Смотри Хабаровск.